Таким образом, в этом году еще 100 керченских детей попадут в детский сад. Подробнее о том, как обстоят дела с очередностью в дошкольные образовательные учреждения, мы поговорим с нашим гостем. Я хочу вам представить заместитель главы администрации Ренат Джапаров. Ренат Рашидович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как сегодня обстоят дела с очередью, какая очередь на данный момент? Да, сегодня существует очередь в детские дошкольные учреждения. И на первое число я могу сказать, что в системе зарегистрировано в возрасте от 2 до 7 лет. Это 972 ребенка. Актуальная очередь 448 детей. Это возраст от 3 до 7 лет. Существует, конечно же, проблема некая. Но вы видите, мы на сегодняшний день успешно пытаемся эту брешь закрыть. И всевозможными ремонтами тех групп, которые не функционировали, введением эксплуатации модульных детских садов. Пытаемся эту очередь, конечно же, закрыть. Скажите, пожалуйста, а вот сколько всего в Керчи мест в садиках, которые уже заняты дошколя? Ну, на первое число актуально это 4683 ребенка посещают наше дошкольное учреждение. Вот такой садик, как мы сегодня смотрели, модульный корпус дополнительный. Это не первый опыт для Керчи. Сколько уже в Керчи есть таких учреждений? Да, с 2016 года, вот по сегодняшний момент, у нас приобретено 4 дошкольных модульных учреждения. Из них 3 на сегодняшний день уже эксплуатируются, приняты. И, конечно же, дети посещают эти прекрасные детские сады с хорошими условиями, комфортными. То есть, соответственно, каждый из них вместимостью построил детей. И сегодня, вот уже, как говорилось, мы с вами обсуждали, вводим эксплуатацию. Работает комиссия по приему детского дошкольного учреждения модульного на Льва Толстого. Это детский садик 53. И мы планируем за неделю правиться комиссионно, потому что есть небольшие недостатки, так скажем, огрехи, мелочи. Где-то нужно подкрутить шкафчики, подрегулировать. То есть, вот такие вещи мы тоже уделяем этому особого внимания, чтобы детям было комфортно, чтобы они смогли уже прийти и полностью радоваться и пользоваться, конечно же, услугами наших дошкольных учреждений. И мы надеемся, что уже в декабре детишки смогут пойти в детский сад номер 53. И до конца года мы вот еще дополнительно 100 мест ведем эксплуатацию. Строительство таких садиков – это республиканская адресная инвестиционная программа. Есть ли планы на будущий год также в ней принять участие и, так скажем, еще пополнить? Безусловно, безусловно. Мы подали заявку в Министерство образования на 2020 год на приобретение 5-модульных детских садов. Но мы планируем уже не на 100 мест, а на 120 мест для посещения наших детей установить как раз 5 дополнительных модулей на следующий год. Ну, новые сады, значит, новые воспитатели. Есть ли сегодня такой кадровый вопрос стоит? Хватает ли нам сегодня педагогов? Кадровый вопрос, конечно же, актуален, поскольку везде кадровый, так скажем, небольшой голод присутствует. Но за счет перераспределения нагрузки мы сегодня эту ситуацию решаем. Это раз. И дополнительно, конечно же, набираем новых педагогов, воспитателей. И люди приходят, обращаются. Конечно же, мы их трудоустраиваем. И очень надеемся, что в связи с приездом, так скажем, с материковой части новых наших горожан тоже приезжают педагоги, воспитатели, учителя. Мы, конечно же, им предлагаем дальнейшее сотрудничество. Скажите, а много ли детей из льготных категорий сегодня стоит в очереди в дошкольном учреждении? Да, очередь существует, льготная, конечно же. Она для нас более актуальна, наверное, как и других муниципальных образований, поскольку и Росгвардия усиливает численность своих сотрудников. Поэтому она существует. На сегодняшний день это порядка 236 детей зарегистрированы в электронной системе. Но это актуально. Знаю, что это цифра 53 ребенка, которые сейчас уже в актуальной очереди находятся именно льготными. Скажите, а как еще улучшают условия пребывания воспитанников в детских садах? Проводятся ли ремонты, где и что конкретно делают? Да, в этом году у нас удивительная возможность появилась для того, чтобы запустить, ввести в эксплуатацию те группы, которые по 30 лет не использовались в площади и были заморожены, заброшены. Сегодня ведутся там ремонты. Благодаря руководителю нашему Республики Крым Сергею Валерьевичу у нас появилась возможность зайти туда с ремонтами. Это такие детские сады, как 15-й, 20-й, 51-й, 54-й, 55-й и 60-й детские сады сегодня находятся как раз таки в ремонте. Некоторые группы, которые не эксплуатировались, сейчас уже некоторые введены даже в эксплуатацию. Мы туда готовим персонал и в ближайшее время они будут уже запущены в работу. Общие виды работ, самые основные, это, конечно, текущие кровли, потому что, да, был достаточно длительный период, когда не эксплуатировали, не ремонтировали, и сегодня работа в этом направлении у нас идет. Это же, конечно, замена системы отопления на современные, на качественные, на хорошие материалы. Это замена электропроводки, значит, электрооборудования, осветительных приборов, конечно же, ну и, в общем, косметические ремонты, конечно же, тех групп, которые не функционировали. И мы планируем все эти работы выполнить, где-то я уже как бы сказал, что они выполнены, и мы в ближайшее время начнем их эксплуатировать дополнительно. Мы планируем до конца этого года ввести в эксплуатацию все эти группы, которые находятся сейчас в ремонте. И у нас порядка 400 дополнительных мест появятся в этих детских дошкольных учреждениях. Спасибо большое, Ренат Рашидович, за такие хорошие новости в наше доброе утро. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях в студии был заместитель главы администрации Ренат Джапаров. Ну, на этом у меня все, коллеги.